О военной помощи, тактике врага, о его планах и силах поговорим с военным экспертом Олег Жданов в эфире Фридома. Олег, здравствуйте. 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 Олег, ну вот перед началом полномасштабного отторжения России в Украину, по оценкам Министерства обороны Украины, Россия сосредоточила у границ нашей страны около 150 тысяч своих военнослужащих и огромное количество техники. Также, по данным The Military Balance, группировка была у так называемых ЛДНР еще 35 тысяч военных. Вот на 109-й день героической обороны Украины, каковы силы у противника с учетом их потерь? С учетом их потери, с учетом тех резервов, которые они ввели на сегодняшний день, мы где-то можем оценивать группировку российских войск примерно 80-90 тысяч военнослужащих. Это вся группировка на территории Украины, начиная от Харькова и заканчивая Херсоном. И на сегодняшний день. Резервов, готовых оперативных резервов, которые можно вводить в бой, на сегодняшний день на территории Российской Федерации нет. По оценкам нашей разведки, они в состоянии в ходе оперативной паузы подготовить еще до 40 батальонно-тактических групп. Это примерно где-то около 30 тысяч человек. Скажите, а как время будет влиять на это количество военных и вообще на боевые действия? Ну, время будет, к сожалению, к величайшему сожалению, время будет влиять положительно. Чем дольше времени будет затягиваться оппозиционная война, а мы сейчас с вами входим именно в этот этап войны, тем больше времени у России для формирования вот этих 40 батальонно-тактических групп, о которых я сказал. Вот буквально накануне в Генштабе Вооруженных сил Украины озвучили данные, что и в Беларуси на границе с Украиной собрано до 7 батальонов. Лукашенко, мы видели, кричит о том, что придется воевать, возможно, за Запад Украины. Как вы считаете, как расценивать и активность войск, и заявления белорусского диктатора? Ну, во-первых, мы не можем игнорировать, это первое. И второе, мы должны четко наблюдать за этими перемещениями, и, к сожалению, мы должны держать необходимое количество войск, понимая всю серьезность того, что все-таки белорусский самопровозглашенный диктатор может отдать приказ на наступление. Кстати, здесь было бы очень хорошо, если бы наш президент сделал официальное заявление на международном уровне о том, что не надо нас защищать от поляков. Мы сами с ними разберемся. А пусть Белоруссия защищает свои западные границы, если они считают Польшу для себя военной угрозой. Скажите, а что может стать толчком для того, чтобы белорусские войска все-таки вторглись в Украину? Что придет на ум Лукашенко, и что его сподвигнет начать эту войну против нас? На мой взгляд, только угроза отстранения от власти. Это единственный рычаг давления на самого Лукашенко. Он не глупый политик, он довольно хитрый политик. 26 лет все-таки это хороший такой срок для приобретения опыта. И он, кстати, намного хитрее и намного проворнее, чем сам Путин. Он водит Путина за нас 20 лет с созданием союзного государства. И он прекрасно понимает, что пока он не вступил в войну, у него есть шансы удержаться у власти. Если он вступит в войну, то этот шанс может быть равен нулю. А этой угрозой для него может стать Путин или собственный народ? А вот тут у него дилемма, кстати. Он мечется, он пытается выбрать из двух зол наименьшее. С одной стороны, Путин готов, на мой взгляд, готов его свергнуть для того, чтобы создать какое-то переходное правительство, которое примет решение на вторжение, допустим, белорусской армии в Украину. А с другой стороны, Лукашенко пытается даже с народом заигрывать, искать некий консенсус. В том плане, что Россия антивоенные настроения, он дает посыл, что я не буду отдавать приказ о вступлении в войну, но вы в случае чего защитите меня как от внутренней контрреволюции, так и от внешнего вторжения, если, допустим, Россия на таковое пойдет. Хотя понимает, что если вооружить народ, то народ может и его свергнуть. Помнят 20-й год. Олег, хочется с вами более детально поговорить о ситуации на фронте. Можете описать сейчас, какая на 109-й день полномасштабного вторжения тактика у сил противника на фронте? Ну, тут можно описать одним словом осторожность. Большая осторожность, я бы даже сказал. К сожалению, Российская Федерация вспомнила свою тактику ведения той же второй чеченской кампании, когда они применяли тактику выжженной земли. Или, как военные говорят, тактику огневого вала. То есть они боятся, они уже знают точно, что контактный бой с вооруженными силами Украины, они всегда проигрывают. Он всегда не в их пользу. Поэтому они применяют артиллерию и авиацию в неограниченных количествах, особенно артиллерию, для того, чтобы наносить нам огневое поражение. И после этого только они начинают идти в атаку. Так что тактика, двумя словами, большая осторожность. А вот согласно данным Главного управления разведки Министерства обороны, Россия перешла на старые советские ракеты 70-х годов, что свидетельствует о том, что современных точных ракет у нее осталось очень мало. И вот Россия испытывает также нехватку высокоточных крылатых ракет. Объясните, пожалуйста, какие трудности еще возникли в российской армии с учетом санкций и длительной войны, которые они не ожидали? Ну, они вообще не готовились к длительной войне. И у них трудности возникли в том, что у них на сегодняшний день, если мы посмотрим по военно-промышленному комплексу России, то он находится в такой, я бы сказал, глубокой стагнации. И на сегодняшний день все военные программы, которые были ранее в России развернуты, они все закрыты. Ввиду того, что нет комплектующих и не с чего делать. Вот очень было приятно наблюдать, когда распоряжение Путина о возобновлении и увеличении количества выпуска ракет типа «Калибр», он просто повис в воздухе, потому что эти «Калибры» не с чего собирать. Электроника для них была полностью импортная. Поэтому у них очень много проблем. Танкостроительный завод, основной Уралвагонзавод, город Екатеринбург, остановился. И до конца года, при всех своих возможностях, он может собрать всего лишь 35 танков. Ну, это чуть больше одного батальона, что не спасает Российскую Федерацию в этом отношении. Они вынуждены снимать старые советские танки с длительного хранения, которые, опять же, для того, чтобы отправить в бой, надо ремонтировать. Поэтому у них огромная проблема с военно-промышленным комплексом. Спасибо вам большое, Олег. Напомню нашим зрителям, что с нами в эфире был военный эксперт Олег Жданов.